добрый вечер уважаемые товарищи 19.03 на часах сегодня мы проводим семинарское занятие по теме формы сущности исторической типа государства но судя по явке товарищи слушатели занимающиеся очно видим решили что все усвоили в этой теме и можно не приходить ничего не рассказывать но тема с одной стороны сложная да с другой стороны в общем то мы ее разбираем каждый год нашем курсе читается лекция Александра Сергеевича Казенова каждый раз он ее немножко читает по-новому раскрывает новые аспекты этой темы вот поэтому те кто хотят скажем так увидеть первооснову да то есть сами вот эти классификации в развернутом виде обоснование этих классификаций конечно надо обращаться к более ранним лекциям 13-14 год то есть там где еще вот Аксен Сергеевич давал основу понятно что лектору тоже 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 то что надоедает читать каждый год одно и то же но поскольку мысль человеческая не стоит на месте изучение этой темы продолжается конечно каждый год александр Сергеевич раскрывает новые аспекты этой темы немножко видоизменяя подход к изложению ну тем не менее базовые понятия остаются теми же самыми потому что мы с вами в этом курсе изучаем основы марксизма без какой-то без тех нововведений под видом которых пытаются протащить ревизию по сути дела марксизма исказить учения марксизма ну и тем самым сбить да пути истинного совершенно верно да вы имеете ввиду работа энгельса происхождение семьи частной собственности государства да но я бы также еще конечно рекомендовал к изучению при изучении этой темы рассмотреть такую работу владимировича ленина как государства революция собственно говоря во первых он обращается к работе энгельса в этой своей статье и приводе достаточно пространные цитаты из этой работы по сути дела такой небольшой конспект ну то что касается аспектов государства ну и кроме того это стройное изложение марксистского взгляда на государство на на сущность государства на то какие отличительные признаки есть государства как оно возникло и что с ним будет происходить в дальнейшем каким образом государство меняется может ли путем плавных постепенных изменений или реформ буржозное государство трансформироваться в государство диктатура пролетариата или должна произойти какая-то смена другим путем ну и наконец какая историческая судьба государства как формы организации человеческого общества прихождение это самая ранняя категория да в данном случае не совсем это подходит потому что прихождение это категория да и сфера бытия это самое это дольше наличного бытия но поскольку государство понятно что государство это наличное бытие да государство не только есть оно еще и существует государство и как ну понятие как сущность да и государство как отдельные образования да образование существует и каким образом ну то есть не совсем не совсем правильно говорить о прихождении прихождение этот термин не звучит собственно говоря звучит какой термин по отношению государству в работе в работе государство революция да и ссылаясь на энгельса ленин говорит что государство засыпает или государство отмирает то есть оно не отменяется сегодня на завтра но постепенно исчезает становясь ненужным в новых условиях организации человеческого общества вот поэтому на самом деле тема глубокая тема интересная при том что казалось бы на некоторые вопросы можно ответить достаточно прямо и просто ну вот если мы углубляемся в эту тему конечно здесь есть о чем поговорить семинару было предложено шесть вопросов первый вопрос сущность государства необходимо было раскрытие применительно к рабовладельческому феодальному капиталистическому и социалистическому строю сущность государства мы обсуждали не только в этом в этой лекции и я думаю что ни у кого кто уже познакомился с маркетизмом и прошел по сути дела половину нашего курса сдал зачет вопросов не возникает о том какова сущность государства я чувствую вы хотите ответить пожалуйста хорошо как тут антон государство это дубина правящего класса институт правления правящего класса ну дубина это какой-то такой вот образ слишком грубый резкий то есть наверное речь идет не не о дубине и современное государство не только дубиной управляет всем народным населением правильно говорить научно говорить не о дубине а диктатуре правящего класса то есть это аппарат насилия машина машина насилия в руках правящего класса сущность ее является диктатура а что такое диктатура это подавление противоположного класса отчасти да но первую очередь то что это власть да и так вот власть какая-то власть государственная мы говорим о государстве нельзя определять определяемая да это власть которая ничем не ограничена кроме воли собственно говоря самого правящего класса диктатура не государственная власть ограничивается законами власть как диктатура то есть воля правящего класса оформляется в законах и эти законы уже регулирует жизнь общества поэтому когда мы говорим о сущности государства мы должны четко понимать что любая любое государство это диктатура правящего класса которая да осуществляет подавление в том числе в том числе одна из его главных функций это подавление противоположного класса совершенно верно ну вот применительно к рабовладельческому государству какова сущность рабовладельческого государства управление завоевание завоевание противоположных племен захват рабов для работ на себя это вы описываете да что что происходит собственно говоря откуда берут откуда берутся рабы но сущность рабовладельческого государства это диктатура класса рабовладельца хорошо ну а в феодальном государстве какова сущность феодального государства территориальные признаки создаются территориальные округа приписываются крестьяне и управление классом феодалов которые владеют феодами землей подавляют класс углитённых крестьян в данном случае трипасных сначала этот класс создается да потому что мы знаем что на видела класс наемных класс зависимых христиан он создается не из рабов уже правильно то есть ну из потомков врагов нет а из свободных своих граждан конечно это результат закрепощения свободных дружеников да то есть они трудились на своей земле соответственно были свободны но путем военной силы происходит еще и закрепощение обращая к морения кредитор должник из перехода родоплеменных в рабовладение институт появились деньги которые создают класс купцов которые впоследствии закабаляют ну и ростовщиков которые впоследствии с помощью экономики закабаляют тех же своих соплеменников ну да совершенно это был один из способов порабощения это да было действительно такое но все-таки не основной да массу наверно основную массу населения первичность таких таким образом в рабов не превратить а дальше понравилось и захотелось всем владеть ну а появление денег с чем связано что такое деньги с ремесренностью деньги это товар товар товаров товаров то есть появление товар на хозяйстве первобытно общинном в первобытном обществе до природа племенном устройстве как таковых товаров не было что такое товар есть ну что такое товар прежде всего товар что это такое это какое-то благо это какой-то да правильно благо это продукт создаваемый для обмена совершенно верно то есть еще в принципе до появления денег по сути дела да то есть появление товаров предшествует появление денег да то есть порабощение это могло на самом деле еще до денежного до появления денежного обращения осуществляться мог задолжать и натуральный продукт директор от суда то есть и ценностью феодального государства является диктатура феодалов 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 отличительная черта феодалов чем владеет землей да совершенно верно то есть они владеют землей Почему в данном случае земля является таким важным отличительным признакам? Видимо, строение государства, первое, один из признаков, это территориальное деление, это вообще признак государства, мы немножко забегаем вперед, то есть деление не народа, не на племя, а деление населения по территориям, это как раз первое признак государства, и оно есть еще при рабовладении. Но какое основное, скажем так, основное богатство рабовладельцев? Рабовладельцев. Рабовладельцев, совершенно верно, то есть раб это говорящие орудия, чем больше у тебя рабов, тем ты богаче, тем больше ты можешь производить, тем больше ты можешь получать различных благ, и тем больше твой вес в рабовладельцевом государстве. А при феодальном строе основное богатство… Земля уже. Да, почему земля? То есть дело не в делении, а… Потому что надо где-то производить… Совершенно верно, потому что земля является основным средством производства. Средством производства. Конечно, основное средство производства – это земля. Если ты владеешь землей, то есть у нас отличие к собственности – это в чем? Что такое собственность? Это отношение к средствам производства, как к своим. Совершенно верно. То есть тот, кто владеет средством производства, тот определяет всю жизнь общества. Соответственно, для того, чтобы превратить свободного землепашца в зависимого крестьянина, что нужно было? Ну, было отобрать у него землю, да, и потом эту землю ему, так сказать, выделить, но уже в пользовании, да? Совершенно верно. То есть все равно надо понимать, что классификация государств и классификация исторических типов государств, она идет не от надстройки, она идет от экономики. Она базируется на способе производства. Правильно? Хорошо. Так. Сущность капиталистического государства. Давай теперь рассмотрим. Значит, развитие города привело к созданию промышленных предприятий, которые благодаря машинам создавали больше товаров для… Ну, вначале машин-то не было никаких, да? Если мы вспомним, особо… Вначале что произошло? Разделение… Тогда получается банковская система? Нет. Не банковская. В промышленности что происходит? В промышленности? Создание… Первый вид производства капула. Машин. Мануфактур. До машин еще. Произошло разделение… Производство товаров на отдельные операции, да? И эти отдельные операции стали выполнять конкретные люди. Маркс Капиталь описывает это на примере производства швейной иголки. Что одни рабочие тянут провол, другие разрезают, третьи затачивают, четвертые полируют, да? Значит, в принципе, это еще до появления каких-то машин, разделения труда на операции, и каждый рабочий, который производил отдельную операцию, вернее, производил целиком эту иголку, становится частичным рабочим. То есть он начинает выполнять… В общем, это деревянный дом такой, в голове, значит, сидят девушки, значит, каждая разделенная ситуация делает свою операцию, начиная от пределения пряжи и дальше станок, в конечном итоге, в котором все-таки машина уже появилась. Да, то есть машины явились уже развитием этого, но в первую очередь, конечно, это разделение труда технологическое, что позволило увеличить производительность труда, потому что понятно, что выполнение отдельной операции, в которой каждый достигает, во-первых, совершенства, во-вторых, он выполняет однотипные работы, и передает на следующий этап. То есть это позволило, конечно, значительно увеличить производительность труда. Ну а что еще произошло? Произошло, что когда рабочий производил иголки самостоятельно, значит, он мог это производить, работая от себя, да, и на себя. Соответственно, там сам закупал сырье, какие-то инструменты, но вот при пануфактуре, при таком способе организации, как пануфактура, уже на себя работать невозможно, да, то есть ты не можешь, производя только одну какую-то операцию, операцию не можешь быть самостоятельным, да, то есть ты должен работать вместе с другими, но здесь уже возникает необходимость в помещении, да, в подвозе сырья в большем количестве, ну и в условиях производства. Да, то есть главное – это организация производства. Соответственно, для организации производства нужен собственник, который все это и делает. И появляются совершенно верно капиталисты. Капиталисты, да. Ну вот мы говорим о том, что, значит, вкратце так обрисовали возникновение капиталистического способа производства. Так, применительно к государству-то государство… Капиталисту нужно, чтобы рабочие… Как возникает капиталистическое государство? Для этого создается государственное государство, которое политически и экономически, экономически капиталисты сами задают, политически задают противоположный класс. Ну вот смотрите, на самом деле ведь капиталисты вместе с рабочими возникают в недрах какого государства? Рабопадриджеского. Почему я говорю о деточке? А, феодального. Мы перескочили… Да, мы ушли вообще очень глубоко, да, феодального государства. Правильно, феодальное государство. Правят в феодальном государстве кто? Помещики. Помещики, да, совершенно верно. Правят в той или иной форме организовано это. То есть капиталисты… То есть они относятся тоже к угнетенному классу-то. К большому счету. Капиталисты? Конечно. В условиях феодального государства. Буржуазцы, наверное, развивались… Конечно. Они же не могут создать свое государство там, где оно уже есть. Да. Вы вспомните, как буржуазия приходила к власти? Она что, приходила к власти путем революционных власти? Нет, с помощью революции в 17-м году. В общем, до февральской революции еще много было разных… В той же Франции, в Англии, сколько лет шла гражданская война? А то убили голову королевам. В первую очередь. Только… Только королевы… Ну это важно… Монархам… …других кандалов, их пособных. Это во Франции уже было, да. В Англии, в Англии… В Англии, в Англии… В Англии работали уже… Чтоб быстрее… ускорить процесс. Ну… Большие сражения жили ангертов. А главные парламенты… Лаилисты и раилисты… То есть что происходило в буржуазной революции? — Смена элит. — Элиты особенно поменялись. Гуржуазия навязывала свою волю. Она действовала в рамках законов? — Если воины были, они приступали в закон. — Конечно. Она навязывала свою волю, действовала с точки зрения феодалов совершенно беззаконным способом. Ну, я не думаю, что кому-то нравилось из феодалов, что им рубят голову и отнимают у них, так сказать, их поместье и так далее. — Ну, если так, то не хотели отрывать. — Понятно. Хорошо. То есть диктатура буржуазия устанавливала свою диктатуру. — Действуя на этом этапе, она действовала заодно. — Смена элит. — По сути дела, да? — Потому что дело свержения... — Ключай его, что ли? — Да. Ну, естественно, потому что без его участия одна буржуазия, конечно, не могла бы осуществить все эти изменения. — Значит, соответственно, после прихода к власти она устанавливала свою диктатуру, и эта диктатура, естественно, начинала распространяться на все классы общества. В том числе и, в первую очередь, на паралитаре, на рабочий класс. То есть сущность капиталистического государства — это диктатура буржуазии. — Диктатура буржуазии. — Да. И эту диктатуру буржуазии она, в общем, осуществляет до сих пор. — В каких формах может осуществляться диктатура буржуазии? — Какая форма наиболее характерная, наиболее приемлемая, скажем так, да? — И наиболее устойчивая форма диктатуры буржуазии? — Ну, а большинство буржуазных государств существует в какой форме? — В форме капиталистической. — В форме республики. — Республики. Хорошо. И какая вторая форма правления? — Приктатура. — Прямая, открытая террористическая диктатура. — Прораживание. — Прораживание. Совершенно верно. Хорошо. — Так, значит, мы разобрали уже три, по сути дела, да, три исторических типа государств — рабовладельческие, феодальные и капиталистические, которые относятся к эксплуататорским формациям. — То есть, основанные они на эксплуатации человека человека. — Сущность эксплуатации не меняется, меняются формы и меняется форма собственности на средства производства. — Ну и сами средства производства тоже, в общем, отличаются. — Но, по сути дела, когда мы говорим об этих трех формациях, можно говорить об одной большой формации, внутри которой происходят вот эти изменения. — Ну и, кстати, сказать, что полностью в капиталистическом обществе не исчезают даже элементы рабовладения, не говоря о перерытках феодализма, да. — Ну, не секрет, что, во-первых, рабовладение как способ производства не так давно исчезло с государственного уровня. — Америка. — Америка. — Совершенно верно. — Совершенно верно. — Соединенные Штаты Америки. — Соединенные Штаты Америки. — В общем, в 50-х годах было разделение. — Да. И разделение, естественно, пережитки в виде существенного поражения в правах, да, существенного… Существенные дискриминации сохранялись вплоть до середины прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Ну, и сейчас периодически всплывают дикие истории использования рабского труда, да. Понятно, что это, в основном, какие-то криминальные истории, да. Но, тем не менее, мы знаем, что это есть и полностью это никуда не исчезло. — Потому что не узаконено, поэтому криминально. Какие пережитки феодализма в современном капиталистическом обществе можно назвать? — Создание ферм и привлечение дешёвого труда мигрантов. — Ну, владельцы ферм не являются… — Борисово. — Да. На самом деле крупные земельные собственники, они никуда не исчезли, да. Они есть во многих странах мира, в той же самой Великобритании. Значит, единственное, что они не… Ну, у них нет крестьян, да, этих… — Условных. — Крепостных крестьян. У них есть арендаторы. Но, по сути дела, они владеют крупными земельными… — Наделами. — Наделами и, соответственно, владеют ими как средством производства. Ну, и такой очевидный пережиток феодализма, как существование… Какой формы государственного устройства в Европе достаточно? — Монархии. — Монархии, конечно, совершенно верно. Монархии, существование монархии, когда главой государства, ну, пускай во многом формально, является монарх. Власть его ограничена законами, с одной стороны, с… Ну, мы знаем, что власть любого государя была, так или иначе, ограничена волей правящего класса, прежде всего. — У кого-то должен монарх опираться. — Ну, монарх… Ну, тем не менее, значит, монарх, он не живет же своим трудом, правильно? То есть ему выделяются деньги, у него есть… он владеет там… замками, дворцами и так далее, да? То есть, по сути дела, вот эта вот структура, пусть и в пограничном виде, она сохраняется. У нас тоже есть мечтатели, которые хотят что-то в этом роде восстановить, поклонники феодального государства. Ну, и, наконец, социалистическое государство, да? Социалистическое государство… — Диктатура… — Диктатура… — Диктатура… — Пролебериата… — Рабочего класса… — Рабочего класса… — Она резко отличается, да, от всех остальных исторических типов государств… — Прочинение меньшинства большинству… — Совершенно верно. Совершенно верно. Если и в правобладельческом, феодальном, капиталистическом государстве диктатура осуществлялась меньшинством по отношению к большинству, то в социалистическом государстве наоборот. Но только ли в подавлении телоположного класса сущность социалистического государства? Совершенно верно. А в обчислении средств производства? Для чего нужно обчисление средств производства? — Для развития всего общества. — Об обществе средств производства можно переходить к плановому ведению хозяйства. В отличие от стихийного развития производства при капитализме можно переходить к планомерному. Планомерность дает выигрыш в производительности труда. И позволяет избежать перепроизводства ненужных товаров, которые не войдут в потребление. Соответственно, сущность социалистического государства противоположна сущностям присутствующих трех формаций. Совершенно верно. Спасибо. — Спасибо. — Прекрасно ответили на первый вопрос. Давайте мы кратко разберем оставшиеся вопросы. Поскольку ответили на задания еще не все. Чтобы не давать, так сказать, полные подсказки. Ну и, как всегда, ответы необходимо присылать в СДО. В СДО уже часть ответов поступила. Соответственно, проходит проверку. Так, второй вопрос у нас был. Признаки государства по Фейдриху Энгельсу. Какие признаки государства? Отчасти мы уже начали отвечать на этот вопрос. Первый признак — это разделение населения не по родам и племенам, а разделение по территориям. Это первый признак. Второй признак — это появление публичной власти, которая отделена от остального общества. Соответственно, второй признак — это особые отряды вооруженных людей, которые, собственно говоря, осуществляют диктатуру правящего класса. И также появление материальных придатков, как пишет Энгельс, то есть в виде тюрем, казарм и так далее. Филисейских участков. Ну и четвертая — это появление налогов. То есть система налогообложения. Государство не может существовать, не получая финансирования. Финансирование оно получает за счет сбора налогов с населением. Так, третий вопрос — исторические типы государств. Ну, собственно говоря, мы потратили значительную часть сегодняшнего семинара на то, чтобы разобрать как раз этот вопрос. Потому что он перекликается с первым. Мы их перечислили и даже раскрыли сущность государства применительно к рабовладельческому, феодальному, фиталистическому и социалистическому государству. Четвертый вопрос — это формы государственного устройства. Александр Сергеевич достаточно подробно разобрал, какие бывают формы государственного устройства. Тем не менее, в ответах есть ошибки. Например, монархия почему-то названа формой буржуазной республики. Формы государственного устройства по одной классификации две, по другой классификации три. Это монархия, аристократия и демократия. Соответственно, монархия — это власть одного рода, аристократия — это власть ограниченного числа представителей правящего класса, верхушки правящего класса. И демократия — это такой вариант общественного правления, когда к государственному правлению в той или иной степени привлекаются представители противоположного класса, представители угнетаемого класса. Пускай в форме выборов, соответственно, реального участия, конечно, в данном случае они не принимают при фурразной демократии. Все участие сводится к тому, что они раз в четыре-пять лет голосуют за то, кто будет в следующий период времени представлять и подавлять их в парламенте за тех представителей правящего класса. И истинно-демократическим использованием истинной демократии является только демократия пролетарская. Почему? Потому что действительно она представляет доступ к государственному правлению широким слоям трудящегося населения. Этому способствует в первую очередь система выборов, система выборов по производственным округам или по предприятиям, которая в отличие от выборов по территориальному признаку, дает возможность выбирать тех, кого люди действительно знают, кому они доверяют, кто может отставить их интерес. И второй момент, выборы по производственному принципу дают возможность отзыва депутатов, то, что практически невозможно и не реализуется при выборах по территориальному принципу. Ну и наконец, действительно, к участию не только в выборах, но и тому, чтобы быть избранным и быть представителем государственной власти допускаются широкие слои населения. То есть, любой человек может быть избранным. На определенном этапе есть ограничения, конечно, делаются. В отношении бывших представителей правящих классов и тех, кто участвовал в аппарате подавления, то есть, это поражение в правах определенной группы населения, что ограничивает их влияние на молодую пролетарскую демократию. Значит, дальше, что у нас следующий вопрос. Сравнение буржуазной республики и социалистической республики советского типа. Опять же, отчасти мы уже начали это делать. То есть, понятно, что принципиальное отличие – это разная сущность этих двух типов государств. Буржуазная республика, диктатура буржуазии, социалистическая республика советского типа – это диктатура пролетариата. Выборы в буржуазной республике проводятся по территориальному принципу, в социалистической республике советского типа – по производственным кургам, по производственному принципу. Значит, выборы в буржуазной республике, как правило, прямые, то есть в верховные органы государственной власти выборы проводятся прямым путем, то есть голосованием с всего населения. В социалистической республике советского типа выборы проводятся ступенчно, то есть нет прямого голосования за представителей верховной власти, каждый следующий вышестоящий орган выбирается из тех, кто был избран на предыдущем этапе. Ну, в идеале это всего два на самом деле, то есть это выборы в городские советы и выборы из городских уже выборы на съезд советов. А вот отзыв, который практически не отзыв депутатов, который невозможен в буржуазной республике, в социалистической республике советского типа как раз осуществляется на уровне низового. То есть на уровне производства, там где был выбран депутат, там может быть и осуществлен отзыв. То есть собирается коллектив, снимает одного своего депутата и выбирает вместо него другого. При этом отзыв депутата из городского совета автоматически будет означать, что происходит отзыв и из более высоких структур. Да? Более высоких структур. Вот таким образом, если вкратце характеризовать эти отличия. Подробно мы еще будем разбирать советы на отдельном семинаре, где будет также возможность все это рассмотреть более подробно. Ну и, наконец, последний вопрос, который был предложен для ответа на семинар, это конец демократии и отмирание государства. Ну, немножко так вот, может быть, звучит рисковато. Значит, почему мы говорим о конце демократии? Потому что демократия – это тоже, прежде всего, форма государственного устройства. Соответственно, наивысшей формой демократии является социалистическая республика советского типа. Когда она достигает своих целей, устраняется сопротивление эксплуататорских классов. И сами эти классы исчезают. Ликвидация этих классов проходит путем лишения экономической основы для их существования. Основой существования эксплуататорских классов является собственность на средства производства. Соответственно, обобщисление средств производства приводит к тому, что классы собственников исчезают. И, поскольку вместе с классом собственников, значит, классы – это парные понятия. То есть, если есть класс собственников, значит, есть класс наемных работников. Соответственно, наемные работники, получая собственность средства производства, тоже перестают быть наемными работниками, становятся собственниками. Соответственно, как класс они тоже исчезают. Но остаются классовые различия. Классовые различия связаны, прежде всего, с условиями труда, с продолжительностью труда, с соотношением трудового и свободного времени. И для преодоления этих классовых различий необходимо, прежде всего, значительное повышение производительности труда. Повышение производительности – это первое условие, что позволяет сократить время необходимого труда до минимума. Второе условие – это всеобщее участие в производительном труде. Без всеобщее участие в производительном труде преодолеть классовые различия невозможно. Потому что, если одни продолжают трудиться на производстве, хотя и короткое время производить материальные блага, а другие члены общества не производят, занимаются только непроизводительной деятельностью, тем самым они присваивают часть продукта, который производят непосредственные производители, те, кто участвует в производстве. Соответственно, сохраняется основа для классовых различий. Поэтому необходимо, чтобы каждый член общества принимал участие в производительном труде. Тем более, что при развитии средств производства время, необходимое для участия в производительном труде, становится очень коротким. В каких формах должно это осуществляться? Это в форме сочетания и перемены труда. То есть, часть времени все члены общества трудятся на производстве, и все оставшееся, скажем так, необходимое рабочее время и остальное занимаются другими делами, непроизводительным трудом. Ну и, конечно, необходимо также увеличение свободного времени. То есть, это времени, которое человек посвящает собственному развитию. И это время должно распределяться равномерно между членами общества. Потому что сейчас, допустим, у нас есть люди, которые полностью живут в свободном времени общества, свободны от какого-либо труда. Ну, таких людей не будет уже сразу после ликвидации эксплуататорских классов. Но, тем не менее, останется неравенство в плане того, что люди, занятые производительным трудом, обладают меньшим количеством свободного времени, чем те, которые заняты в непроизводственной сфере. Вот это различие тоже будет устраняться. Ну и, таким образом, по мере устранения классовых различий отпадет необходимость в каком-либо подавлении. Соответственно, будет меняться форма государственного... форма организации общества. Форма организации общества. Да, третий аспект, который уже необходим именно для отмирания государства, это всеобщее участие в государственном управлении. Не только в виде участия в выборах, голосования и так далее, но и непосредственно участие в управлении на своем производстве, в своем районе, в своем городе. Совмещение, опять же, трудовой деятельности и работы в органах управления. Таким образом, каждый, принимая участие в управлении, постепенно становится ответственным за жизнь всего общества. И отпадает необходимость в людях, которые будут нести, так сказать, вот это бремя персональной ответственности, как это происходит сейчас. Ну, бремя в кавычках, да, потому что, кроме бремени, конечно, это дает еще всякие положительные аспекты для этих людей. И таким образом государство постепенно засыпает или отмирает. Но оно не может быть отменено, так как это происходит в революции. То есть отменяется ужасное государство, на его смену приходит государство пролетарское. А вот пролетарское государство не может быть отменено, оно может только постепенно отмерить. Ну, и важный аспект, который мы должны помнить, вернее, два еще аспекта, на которых хотел бы остановиться. Во-первых, государство не отомрет без диктатуры пролетария. То есть оно не отмирает таким образом, как было записано в Третьей Советской Конституции, что у нас диктатура пролетариата выполнила свою историческую задачу, и теперь у нас общенародное государство. Вот общенародное государство – это жареный лед. Значит, это бессмыслица. Общенародного государства быть не может, так же, как не может быть и свободного государства. Соответственно, так называемое народное государство – это просто шаг обратно к диктатуре буржуазии. Тоже относится и к народовласти. То есть диктатура пролетариата должна сохраняться и осуществляться вплоть до полного уничтожения классов, соответственно, когда государство станет ненужным и отомрет. И второй аспект – невозможно отмирание государства в рамках отдельно взятой страны. Это понятно, да? Потому что пока существует капиталистическое окружение, существует угроза реставрации капитализма, существует угроза интервенции и так далее. А государство, как мы уже с вами говорили, особые отряды вооруженных людей, так вот, особые отряды вооруженных людей должны сохраняться, конечно. Поэтому, когда мы говорим об отмирании государства, вещь идет о очень далеком времени. Ну, может быть, не очень далеком, но во всяком случае, это то, что может произойти только после того, как во всех странах в мире пройдет пролетарская революция, будет проведена национализация, произведено обобществление средств производства и уже вот во всемирном союзе советских социалистических республик уже возможно только полное устранение классовых различий и отмирание государства. То есть в масштабах всей планеты. Но этот день неизбежно настанет, а пока у нас стоят более насущные задачи, а именно возрождение Советов и возрождение советской власти. На этом перерыв. Как заставить человека, не привыкшего к труду промышленному, работе у станка, скажем, того же актера, заставить работать на станке? Может, всеми силами будет уходить это? Ну, в понятии, речь не идет о том, чтобы взять из сегодня на завтра всех заставить трудиться. Ну, скажем так, попытки такие достаточно высмеиваемые и не очень уклюжие. Может быть, были привлечения научных работников, творческих, там, мы отправляли на картошку, на общебазы. Ну, с одной стороны, нормально, с другой стороны, все-таки надо учитывать специфику, наверное, труда. Городского мальчика заставить копать картошку – это, ну, серьезное такое занятие. Да. Если бы он не касается, то это плохо ходить. Наверное, да. Но, с другой стороны, не всем надо, вот, наверное, хирургу не надо заставлять копать картошку, потому что у него руки, надо изучать… Руки, да, то есть, поберечь рабочий инструмент свой. Ну, можно прибечь… Трук укрепить ваши руки. Нет, не делать, не делать. Если бы картошку дергаешь… Да, картошку дергаешь, что… Ведь это будут микродрещины, будет инфекция, будет, ну, кому-то это будет хорошо. Ну, перчатки, это все равно, перчатки не помогают. Нет, на самом деле… Ну, на самом деле, нет, вы немножко поклонитесь от темы. Значит, смотрите, если говорить о законе переменной сочетания труда, то он может осуществляться в различных формах. Но самая форма очевидная, да, это сочетание учебы с производительным трудом. Соответственно, поскольку учащиеся вообще в целом живут полностью в свободном времени общества, то есть они ничего не производят и не производят материальные блага, и они не выполняют общественно полезные функции, да. То есть они живут… Но, тем не менее, это молодые, крепкие, работоспособные люди, которые… Почему бездельники? Ну, они почему бездельники? Нет, они не бездельники, они учатся, они выполняют важную задачу, но занимаются они чем? Они занимаются собственным развитием. Так вот, нет никаких препятствий к тому, чтобы часть времени, которое отводится на обучение, собственно говоря, занять трудом, да, чтобы они сочетали… ОПК… Да, ОПК, кстати, неплохая была вещь, но просто она была уже на излете Советского Союза и мало, скажем так, мало… И мало существовало, и мало что дала, наверное. Но, в принципе… Не давали возможность работать на такарном станке? Ну, я понимаю, я имею в виду, что… Результаты… Результатов мы не успели увидеть, потому что даже те люди, которые получили рабочие профессии… Они не захотели… Во-первых, они не захотели, а потом заводы стали закрываться, да, и даже квалифицированные рабочие оказывались на улице, ну, поэтому… Квалифицированные, наверное, заводы все-таки есть, чехарят, норики тащить, еще что-то нет… Ну, я имею в виду, что… Ну, он же не мог… Если завод закрывается, да, то, конечно… А сейчас, вот, смотрите, столкнулись с тем, что… Идет расширение производства, да, и требуются рабочие руки и кадры… А кадров нет, по сути дела, да… То есть, нет резервной армии труда, которую капитализм создает, вроде как… Но поскольку у нас капитализм не развивающийся, а деградирующий… То есть, он… Продукт деградации более высокого общественного строя… Соответственно, вот эта резервная армия труда… Оказалось, что ее нету… Особенно… Ну, сфера услуг – это не армия труда, потому что… Это не производительное население… Это, скажем так, следствие неправильного подхода к… К… Распределению свободного времени общества… По мере роста производительности труда… И сокращения… Необходимого времени, да… То есть, на производительный труд… Что происходит? Вместо сокращения рабочего времени тех, кто трудится на производстве… Происходит вытеснение… Рабочих из производственной сферы в непроизводство… Вроде населения… То есть, образуется избыточная… Вот эта население… Нет, это не подмена понятия… Это просто… Ну, вот так… Да, так при капитализме решается вопрос… Вопрос… Увеличения… Вопрос использования высвободившегося времени… И это непроизводительное население растет в значительной степени… Да, там… Ну, задействовано в сфере услуг… Сфера услуг разветвляется… Становится все более и более… Изощренной, так сказать… Но, когда это… Когда это уже не помогает… Идет в ход испытанное средство… Какое? Какое самое испытанное средство сокращения на население? Война, да? Война, совершенно верно… Поэтому неизбежный, так сказать… Энтериористический мир… Неизбежно заканчивается энтериористической войной… И… Война поглощает и избыточное население… И… Сметает, так сказать… Устаревшие средства производства… То есть… Капитализм уже… Вот эта… Цикличность… Капиталистического производства… Требует… Чтобы… Происходило… Периодическое… Периодическое… Разрушение… Производительных… Производительных сил… И… И… Соответственно… Потом начинается все это возрождаться… По-новому… То есть… Цикл начинается по-новому… И вот так это все и идет… А… Из-за чего это происходит? Ну… Из-за стихийности… Из-за того, что… Интересы… То есть… Каждый из… Собственников… В итоге… Преследует свои собственные интересы… Несмотря на то, что у них есть и общий интерес… Это эксплуатация… Рабочих… Но… Тем не менее… У каждого… Из них свой интерес… И они борются друг с другом… Да… Ну… Мы… Опять ушли от… Тем… Хороший… Хороший… Подняли тему… Это… Всеобщее участие в… Производительном труде… Как… Как привлечь… К… Всеобщему участию в… Производительном труде… Во-первых… Производительный труд… Изменился значительно… То есть… То, что раньше надо было… Допустим… Делать… Путем сложных операций… Длительно… Да… Владевать… Специальностью… Теперь… С использованием… Станков… Программным управлением… Достаточно… Легко… Это все… Осваивается… И… Обучение… На оператора… Станка с ЧПУ… Оно… В общем… Довольно… Краткосрочное… По сравнению с тем… Как надо учить… Учить… Допустим… Токаря… Расточника… Там… Не в столь… Вредных… Условиях… Как вариант… Да… Значит… Ну… Конечно… Остается… Еще… До сих пор… Значительная… Значительная… Доля… Такого… Неквалифицированного… Или… Нискоквалифицированного… Ручного… Труда… Пока… От этого… Никуда… Не деться… Но… Опять же… Ученые… Говорят… Что… Привлечение… Ученых… К… Производительному… Труду… Будет способствовать тому… Что… Будут… Проводиться научные изыскания… Там… Изобретения… Именно… В этих сферах… В этих сферах… Да… Потому что… Ну… Какой… Если… Вот эти две… Сферы жизни… Разделены полностью… То… Зачем заниматься… Там… Усовершенствованием… В той сфере… Которая тебя не касается… Другое дело… Что… Если ты в этом участвуешь… Если… Это часть твоей жизни… Конечно… Отношение… Совершенно другое… И… Развитие… Технологий… Облегчающих… Труд… Да… Избавляющих… Человека… От необходимости… Трудиться… В… Вредных… Опасных… Условиях… Появляется… Появляется… Реальный стимул… У… Людей… Науки… Заниматься… Так… Подобными… Разработками… Что касается того… Что… Как… Ну… Не заставлять… Наверное… Во-первых… Всегда… Наверное… Можно найти… Какое-то дело… Которое… Человеку… По душе… Да… Кстати сказать… Те же самые… Актеры… Ну… Есть… Во крайнем мере… Не все… Но… Есть люди… Которые… Охотно… Занимаются… Ручным трудом… Изготавливают… Мебель… Да… Какие-то… Дизайнерские вещи… Там… В своем доме… Ну… Это делают… В рамках… Так сказать… Своего… Личного… Времени… Хобби… Да… Нет… Ну… Я… Говорю о том… Что… Не все… Допустим… Не все актеры… Они вот… После… Трудового своего… Там… После спектакля… Ложаться… На диван… Да… Основным… Орудием… Будет… Кинематограф… Кинематограф… Принес… Советский Союз… Вот… Все то отрицательное… Что может быть… Одного метра… Любое… Средство… Нет… Не в этом дело… Не в этом дело… Не… Не принесение… Не в кинематографе… Наш кинематограф… Как вы понимаете… Значительно отличался от западного… Да… Кого показывали… Вот… Если возьмем фильмы одной и той же… Одной и той же эпохи… То у нас показывали людей труда… А там показывали… Жизнь… Богемы… Так сказать… Восьмидесятые годы… Восьмидесятые годы… Извините меня… Это уже… Разгар контрреволюции… Разгар контрреволюции… Это… Ну… Фильмы там… Тридцатых годов… Да… Но… То, что… То, что происходило… После… Так сказать… После шестидесятых… Это… Уже шло в рамках… Реставрация капитализма… Естественно… Что… Маховик… Идеологический… Был… Запущен в другую сторону… Ну… Хорошо… Значит… В отношении этого закона… Я хотел бы… Два… Подчеркну… Первое… То, что… Не мы его придумали… Да… То есть… Это классики… Был открыт классиками марксизма… Раз… Второе… Значит… Отклонение… Вернее… Неисполнение… Да… Этого закона… То есть… Сохранение… Разделение… Труда… На производительные… Непроизводительные… Отделение… Вернее… Да… То есть… Одни все равно… Продолжили заниматься… Только… Производительным трудом… А… Вторые… Занимались… Непроизводительным трудом… Приводило… К… Не… В советское время… К… Закреплению… Классовых различий… То есть… Шло… Вместо того… Чтобы… Классовые различия… Ликвидировать… А… Шло… Их… Укрепление… Что… Способствовало… Последующим… Да… После… Полистической… Контрреволюции… Способствовало… Обратному… Классообразованию… Что… Мы… И… Что… Произошло… Поэтому… Нравится… Это… Кому-то… Не нравится… А… Это… Будет… Осуществляться… Потому… Что… Без… Этого… Невозможно… Построить… Без… Классовое общество… Э… Начало… Скорее… Будет… Положено… Ну… Среди… Учащихся… То есть… Это можно делать уже сейчас, собственно говоря… Да… Даже в рамках капиталистического… Производства… Об этом говорил Александр Владимирович Солотов… Минуточку… О том… Что… Уже сейчас можно привлекать студентов… Там… Обучив их… Работе… На производстве… Да… Это, возможно… Приведет к тому… Что придется удлинить там… На год… Время получения высшего образования… Но, тем не менее… Это… Вот… Те люди… Которых можно… Которые уже есть… Да… Они не там… Не родятся… В будущем… Еще… Не будут тут ходить в детский сад… Школу… И так далее… Да… То есть… Это люди уже… В принципе… Готовы… К тому… Чтобы трудиться… Вопрос… Только… Чтобы дать им возможность трудиться… Соответственно… Ну… А дальше… Уже… Если… Человек… С молодых ногтей… Будет приучаться… К труду… А… Для него… Это… В дальнейшем… Не будет… Таким… Непреодолимым… Препятствием… Барьером… То… Что… Нет… Я… Я буду заниматься… Только… Своим… Делом… А… Участвовать… В… Сфере… Материального производства… Не буду… Это будет для него… Естественно… Так… Есть ли у нас вопросы? Так… Да… Как противодействовать тому… Что капиталисты принимают меры… Для атомизации рабочих… И отсеивают активно… Атомизация происходит… Прежде всего… Надо понимать… Какая основа… Да… Значит… В… В основе атомизации… Прежде всего… Лежит… Обчуждение человека… От… Результатов собственного труда… Это первое… Да… Полностью преодолеть… Атомизацию… В рамках… Капиталистического строя… Это невозможно… Значит… Основа этого… Будет сохраняться… Пока… Сохраняется… Капиталистический способ производства… Соответственно… Нужно… В первую очередь… Осознать… Что… Что происходит… Что… 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 На самом деле… Помимо… Личных… Интересов… Есть еще… Интересы… Коллектива… И… Самое главное… Что… Осуществлять… Осуществить… Свои… Личные… Интересы… Можно… Только… С… Участием… Коллектива… Да… То есть… Только… Коллективными действиями… Пока… Этого… Понимания… Нет… Ну… Соответственно… Каждый… Как говорится… За себя… По… По… Одиночке… Легче… Капиталистам… Легче… Контролировать… Каждого… Индивидуального… Рабочего… А… Здесь… Универсального… Какого-то… Рецепта… Нет… Если… Человек… Даже… Если… Есть… Один… Человек… На… Производстве… Который… Это… Осознал… Который… Понимает… Что… В одиночку… Свою жизнь… Улучшить… И… Он… Готов… Нести… Дальше… Вот… Это… Своё… Своё… Своим товарищем… Это… Уже… Определённый… Шаг… Вперёд… А дальше… Уже… Необходимо… Организовывать… Стараться… Организовать… Свой… Коллектив… На… Основе… Проекта… Коллективного… Договора… То… К чему… Сейчас… Пришли… На… Российском… Аппетите… Рабочих… Фонде… Рабочей… Академии… Что… Нет… Необходимости… Создавать… Развернутый… Коллективный… Договор… Толщиной… С… Диссертацию… Да… Необходимо… Сформулировать… Основные… Положения… Договора… Буквально… На… Один… Лист… Формата… А4… И… Собственно говоря… Это и будет… Проектом… Коллективного… Договора… И дальше… Уже… Рассказывать… Своим товарищам… Показывать… Агитировать… Собирать… Подписи… За этот… Проект… И… Таким образом… Способствовать… Сплочению… Коллектива… У нас… Уже… Такие… Примеры… Но… Понятно… Что… Происходит… Не быстро… Есть… Определенное… Противодействие… Понятное… Дело… Противодействие… Значительно… Усиливается… Опять же… По опыту… Последних лет… Можно сказать… Что… При наличии… Какой-то… Формальной… Организации… Это… Противодействие… Со стороны… Работодателя… Возрастает… Да… То есть… Если есть… Какая-то структура… За которую… Он может… Зацепиться… Соответственно… Вот… Он… И… Воздействует… То есть… Профсоюз… Маленький… Который… Организовался… Организовался… И объявил… О своем… Существовое… О… О… Или… Там… Члены… Большого… Профсоюза… Которые… Как-то… Отдельно… Выступают… О… О… То… То есть то, что вы назвали в вопросе активистами. Поэтому чем менее формальной на начальном этапе будет ваша организация, например, в виде инициативного комитета. И этот инициативный комитет, он не должен быть оформлен как-то документарно. Как говорится, инициатива, за инициативу не прихватишь, что называется. Ну и естественно действовать с умом, не лезть на рожон, учитывая обстоятельства на своем производстве. И понимая, за что работодатель может тебя ущучить, что называется. Там не так много на самом деле параметров. Это нарушение трудовой дисциплины, это техники безопасности, это несоответствие формальным требованиям, это проверка квалификации. У меня очередная какая-нибудь. Ну, соответственно, вот в крайнем случае, конечно, работодатель идет на то, чтобы просто осуществить незаконное увольнение. Понимая, что ему надо сейчас выдавить человека из предприятия, пусть даже он восстановится потом через суд. Ну, это крайняя мера, и не все, скажем так, на это идут. Не все на это идут. Поэтому вот в этих моментах надо соблюдать осторожность. Тот, кто живет в циклянном доме, не должен бросаться камнями. Соответственно, если вы сами не являетесь образцом трудовой дисциплины, соблюдения техники безопасности, и плохо знаете свою специальность, то, как только вы начнете борьбу, естественно, от вас избавиться. Второй момент – это, конечно, если коллектив не отстаивает своих активистов, то один человек ничего не делает. Поэтому нужна опора в коллективе, нужно договариваться с своими товарищами, чтобы они тебя поддержали. Не только в курилке, но и при необходимости в кабинете директора. Если такой группы товарищей нет, переходить к активным действиям преждевременно. Надо рассказывать, показывать, уговаривать, объяснять. То есть проводить воспитательную работу в коллективе. Вопросы 3. Возможно ли контрреволюция при капитализме и его возврат в феодализм? Считается, что, во-первых, контрреволюции при капитализме происходили многократно. Это же целый век, фактически, шла реставрация монархии, смена революции и контрреволюции. И в том числе и государство российское поучаствовало в реставрации монархии в Европе. Вспомним, священный союз, который, собственно говоря, был для этого и создан, для того, чтобы охранять монархии. Но это было возможно на том этапе развития производительных сил. На настоящий момент развитие производительных сил ушло настолько вперед. И опора капитализма – это промышленность. Основное средство производства – это все-таки промышленные предприятия, а вовсе не земля. Поэтому, соответственно, производительность в сельском хозяйстве, кстати сказать, она тоже значительно выросла, но все равно отстает от промышленности. Поэтому нет экономической основы для реставрации феодализма. Считается, что реставрация феодализма невозможна. Но только если произойдет какая-то катастрофа и производительные силы будут разрушены. Вспышка на Солнце, которая уничтожит всю электронику на Земле полностью. Может быть, в этом случае какой-то возврат произойдет. Но это мало вероятнее. Заочные работы будут позднее поделены в СДО? Да. А есть ли смысл информационным специалистам, которые работают удаленно, создавать свои профсоюзы? Профсоюзы создавать в любом случае имеет смысл. Потому что профсоюзы создаются для защиты интересов трудящихся. Другое дело, что это, наверное, достаточно сложно. Но, тем не менее, если вы общаетесь между собой, то почему и нет? По крайней мере, одна из функций профсоюзов – это выступать в роли коллективного продавца рабочей силы вполне, наверное, может быть здесь использовано. Но советскую власть работники на удаленке явно не построят. Надо контролировать предприятие. А это возможно только находясь на производстве. Стоит ли рабочим бороться за право и устраивать запасовки в условиях СОО? Здесь надо понимать, во-первых, различать, на каких предприятиях трудятся рабочие. То есть, если это предприятие непосредственно участвует в оборонзаказе, в производстве для фронта, то запасовки там законодательно невозможны. Но это не значит, что рабочие не могут выдвигать свои требования и бороться за свои интересы. Как раз наоборот, в этих условиях, когда работодатели заинтересованы в том, чтобы рабочие трудились, можно и нужно выдвигать свои требования. Они могут быть отсрочно реализованы, допустим, после окончания этого сложного периода. Речь идет о дополнительных гарантиях, связанных с переработками, с сверхурочными, с удлинением смен, увеличением интенсивности. То, что сейчас происходит, все это должно быть компенсировано после окончания СВО. То, что касается рабочих, которые работают на предприятиях, не связанных непосредственно с военной продукцией, то здесь, как в обычных условиях, у нас никто военное положение не объявлял. Поэтому также через процедуру коллективного трудового спора можно дойти до забастовки законным путем. В определенном смысле сейчас ситуация благоприятная. Почему? Потому что, во-первых, рекордно низкая безработица, как вы знаете. То есть резервной армии труда нет. И сказать, что да, вот мы вас сейчас всех уволим, а завтра наймем новых, не наймете, потому что нету никого, некого на нет. Это может способствовать и уменьшение притока мигрантов, хотя они квалифицированную рабочую силу заместить не могут. Ну и в целом подъем. Мы же видим, что идет экономический рост. А забастовки наиболее эффективны как раз в период экономического роста. Потому что чем больше прибыли, тем больше убытки от остановки производства. Поэтому надо пользоваться этим моментом и как раз использовать его для достижения своих целей. СВО, как мы видим, всколыхнуло экономику, начали производить. Ну, понятно, что зарплаты, кстати, подняли. Есть рост инфляции, вот это повод для того, чтобы продолжить, вернее, начать активную борьбу за увеличение заработной платы, доведение ее до стоимости рабочей силы, реализации, наконец, роста заработной платы, положение не просто индексации, а реального роста заработной платы. Ну и сейчас пока эти люди наиболее активные, наиболее пассиональные, не люблю это слово, но активные, будем говорить так, да, ответственная часть населения находится на фронте, но эти люди вернутся потом в свои трудовые коллективы и их так просто вот окриком начальственным уже не запугаешь. Поэтому, ну ждать, пока они вернутся, неправильно, на самом деле, да, надо уже сейчас начинать эту борьбу, не дожидаясь, что кто-то придет опять и за вас все сделает. Все? Вопросов больше нет? Я думаю, что мы тогда не будем затягивать, в общем, достаточно подробно мы разобрали вопросы. По заочным, да, пока большая часть не проверена, поэтому каких-то больше комментариев я дать не могу. Будут проверены в системе СДУ. Благодарю всех за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok